Люди несут свечи, мягкие игрушки, плачут и скорбят, недоумевают, как это могло случиться не на войне, в мирной жизни. Об этом во время визитов Кемерово говорил и президент России. Он также скорбил и недоумевал вместе с жителями региона, но еще думал, как же нас защитить. Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана где-то в шахте, неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии, теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за родильдяйства. Как это вообще могло случиться? В чем причины? По словам главы Следственного комитета, превращение здания бывшей советской щекландитерской фабрики в торгово-развлекательный центр произошло в 2013 году. С явными, как уже выяснилось, следствиями нарушениями. Причем дальше нарушения эти только нарастали. И никто в городе не контролировал, что же происходит с зимней вишней на самом деле. В том числе и с точки зрения пожарной безопасности. С 19-го числа у них сигнализация уже не работала, но тем не менее, метод по исправлению этого недостатка не принималось. Подождите, сигнализация не работала, почему? А потому что она технически не работала, отключилась, никто не занимался и не выяснял, почему она не работает с 19-го числа. Она просто не работала, никто этим занимался. То есть они знали, что сигнализация не работает и ничего не делает? Да, ничего не делает. Хотя это фирма, которая обслуживает, она специализируется на противопожарной безопасности, сигнализация с 19-го числа. Значит, она работает очень плохо. Послушав министра МЧС Владимира Пучкова, главу Следственного комитета Александра Бастрикина, губернатора Романа Тулеева, Владимир Путин поручил дать Следственному комитету правовую оценку действиям не только собственников здания, но и должностных лиц, виновных в трагедии. Президент подчеркнул, что обязанность органов власти проконтролировать, как организована работа бизнеса. Слушайте, нужно как следует с этим разобраться. Что касается собственников, то, конечно, они должны появиться и поучаствовать во всей этой работе. Но собственники что, они сдали в аренду и всё? А обязанность органов власти проконтролировать, как организована эта работа и добиться того, чтобы она была поставлена на должный уровень. Вот в чём дело. Ну что, собственник сдал в аренду и сдал. А органы государственной власти, городские органы в данном случае, прежде всего, должны обеспечить необходимый уровень безопасности. Сразу же после этого жёсткого разговора в администрации президент приехал в больницу, где пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным. Это он, спасаясь от пожара, выпкнул с четвёртого этажа. Постепенно Иван идёт на поправку. Здесь же Владимир Путин поговорил и с теми, кто, рискуя своей жизнью, спасал людей, выводя их из здания. Даже президент провёл в Кемерово незапланированную встречу с местными жителями и пообещал им, что все виновные в пожаре, произошедшем в торговом центре Зимняя Вишня, понесут наказание. Следственная группа работает, 100 человек пройдут по всей цепочке. Начиная с тех, кто давал разрешение, кончая теми, кто должен был отслеживать за безопасностью, этим чопом, который там сидел и кнопку не нажал вовремя сотрудничество и так далее. Пройдут по всей цепочке. Начиная с момента перерегистрации этого здания, выдачи разрешения, из фабрики сделаете извлекательные цепи, кто давал разрешение на то, чтобы вот эти материалы использовали при таком целевом назначении этого здания. То есть вы нам даете слово, что настолько всё будет под контролем и будет правдой действительной. Даже не сомневаюсь. Что это всё будет прозрачно по максимуму. Сегодня в день общенационального траура состоялись похороны 15 человек, погибших при пожаре.